Позицию Китая обсудим с журналистом-международником, членом правления Украинской ассоциации китаеведов Алексеем Ковалем. Он присоединяется к нашему эфиру. Алексей Анатольевич, приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Анатольевич, вы как считаете, почему Китай согласился на совместное проведение военных учений вместе с войсками Российской Федерации? Ну, это не первые подобные учения. Это, во-первых, они уже проходят несколько раз. И даже в этом году, то есть во время войны, были совместные учения, например, авиации и флотов России и Китая. Теперь же они проходили, можно сказать, в китайских водах, можно сказать, на китайской территории. Теперь же это совместное учение, как говорится, там не только Китай. И, скорее всего, Китай будет иметь несколько полигонов, и, скорее всего, Китай будет присутствовать на одном из них. И даже, как бы, самое китайское оборонное ведомство, оно четко заявило, что цель этих учений – это координация усилий, координация, вернее, между войсками. То есть они учатся отрабатывать проведение определенных совместных действий, особенно, в данном случае, с сухопутными силами. И также некоторые заявлены, что это штабные учения, так что, скорее всего, это будет также офицерский состав, где будут согласовываться командные функции, как командиры будут решать. Но интересно, что как раз война России в Украине показала провальность многих, как бы, стратегических и даже тактических приемов, которыми сейчас оперирует современная российская армия. Поэтому Китай, скажем, Китай очень четко, как бы, наблюдает негативный опыт, да, негативный опыт российской армии в Украине. И он учится, в общем-то, и на негативном опыте, и, скорее всего, одна из целей участия китайцев в этих учениях – наверное, узнать, разузнать, какие выводы российская армия сейчас делает для своей тактики, стратегии по итогам вот этой первого, скажем, полугода уже войны, или так называемой операции в Украине, которая не достигла никаких результатов, которые намечал Путин. – Алексей Викторович, а вам, ну, как теория, как возможный вариант развития событий, вам не кажется, что Китай вот в этой дружбе с Россией, так называемой, сейчас просто нащупывает, встречает слабые места, и что потом Путин очень может сильно пожалеть о том, что начал искать союзника в лице Китая для себя? – Ну, нельзя называть Китая союзником действительно России, потому что Китай всегда отстаивает определенные свои интересы, и он на этом четко говорит, что никогда даже в этой войне, ну, во-первых, как бы, даже во время этих учений прозвучало, во-первых, что они не связаны никак с поточной ситуацией, и даже со стороны Китая это участие не связано с войной в Украине, но действительно, можно сказать, что китайцы, естественно, они занимаются, как бы, они занимаются шпионажем, фактически против России, так же, как и против других, то есть они не являются какой-то, ну, скажем, полностью доверяют, скажем так, России, в том плане, что она, то, что она делает, Китай будет поддерживать более того, чем ближе отношение России к России и для Китая, тем для него они становятся токсичнее, потому что, в общем-то, портятся отношения с другими партнерами, в частности, с той же Индией, например, ну, с Соединенными Штатами прежде всего, это, это, и Соединенные Штаты действительно занимают достаточно жесткую позицию, не только как по отношению к Китаю, но и по позиции, как мы уже слышали, сюжета Китая в отношении украинского российской войны, то есть США продолжают давить на Китай с точки зрения того, чтобы он не помогал какими-то материальными средствами России, поэтому вот это союзничество, оно, в общем-то, показное больше. Алексей Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот эта борьба за собственные интересы, иногда она связана с тем, что можно закрыть глаза на какие-то репутационные ущербы? Вы уже начали эту тему обсуждать, точнее, озвучивать, о том, что сегодня проведение совместных учений с Российской Федерацией, страной-агрессором, страной-спонсором терроризма, является довольно пагубным для любого государства, в том числе и для Китая. Ну, для Китая, я думаю, это все-таки пока что, это все-таки не так ущербно, то есть это ущербно для международного имиджа Китая, вот с нашей стороны, если мы будем смотреть, да, но для самого Китая это не ущерб, потому что, смотрите, на прошлой неделе, например, произошли учения Индии и США, как раз возле китайской границы, и Китай был очень недоволен этими учениями, а теперь индийские войска берут, вот, маневры проводят совместно с китайцами из России. То есть тут, я не думаю, что тут именно будет вот это именно событие, эти учения, они будут иметь какой-то серьезный имиджевый, может быть, для Китая эффект, но, я говорю, я думаю, для Китая большая потеря сейчас, то, что Китай разочарован в том, что та техника, например, та же противовоздушная оборона, которая система, которую она покупала у России, и те же самолеты Су-30, которые Россия активно продвигала на рынке, они показали вертолеты, они показали не такие хорошие данные, да, о которых говорила Россия в реальных боевых условиях. Я думаю, что у Китая, наоборот, появилось как бы к России больше вопросов в плане того, а что же вы нам, ну, что же вы нам продаете, и вот это, и вот это, я думаю, существенно повлияет и на имидж Китая, потому что он покупал то, что Россия ему продавала, говоря, что это передовое вооружение и так далее. Ксения Анатольевич, как по-вашему, какие уже Китай сделал выводы, глядя на войну в Украине, которая уже больше пяти месяцев? Ведь есть же проблема с Тайванем, и там ситуация может обернуться тоже очень интересным образом. Действительно, смотрите, когда до войны, да, как мы знаем, было у многих экспертов, и в том числе и у китайских было экспертов, они разделяли идею, что Россия достаточно легко победит Украину. И многие даже говорили, китайские ястребы говорили, что вот вам, например, аннексия Крыма 14-го года, это пример, как надо провести операцию по захвату Тайваня, и она будет бескровная, да, без единого выстрела. Теперь же китайцы, например, четко понимают, например, что этого не будет. Они понимают, что и Тайвань, несмотря на то, что он существенно меньше, чем армия Китая, да, и по территории, и по населению, он будет давать отпор, и поддержка Америки в этой войне тоже будет существенна. То есть опыт нашей войны для Китая, он несколько, я думаю, сбивает. То есть с 14-го года Россия как бы распространяла эту агрессивность, и ей, в общем-то, заражался и Китай в определенной степени, который тоже там рассматривал. А вот мы будем действовать точно, тоже так же. Но теперь все достаточно четко понимают, что Россия нарушила устав ООН, Россия нарушила множество международных и двусторонних договоренностей. И как это повлияло на Россию, Китай не хотел бы оказаться в такой же ситуации. Поэтому он тоже выступает против санкций, против режима санкций. Он считает, что все споры между странами надо решать мирным путем. Он не поддерживает войну как способ решения проблем между странами. Но хотя и не осуждает Россию, считает, что это дело России, как она поступает. Точно так же он, в общем-то, но с другой стороны, да, он осуждает Соединенные Штаты как разрушителя вот этого международного порядка. Ну потому что действительно Россия является его партнером. Связь Китая с кем сильнее? С Российской Федерацией или все-таки со странами Запада? Ну ведь известно, что Китай куда более интегрирован вот в эту международную западную систему, чем, например, ну чем делается акцент на отношениях с Российской Федерацией? Действительно, смотрите, интеграция, если мы говорим о глобализации. Глобализация была придумана на Западе. И Запад, в общем-то, был долго чемпионом глобализации. И Китай, в общем-то, имеет наибольший выигрыш, скажем так, от глобализации, которую создал Запад. И, в общем-то, рынки США и Европы для него являются основными, если мы говорим о торговле. Но идеологически Россия ближе, хотя она как рынок для него вообще не играет. То есть Россия там занимает какие-то проценты от торговли. То есть она торгует 100 миллионов товарооборотов, миллиардов торговый оборот России, когда западными странами в 10 раз больше, скажем так, идет товарооборот. Но идеологически Китай себя позиционирует ближе к России, показывая, что вот он тоже не согласен с мировым порядком, который установил Запад, и как ему кажется, как они это заявляют. То есть в этом они с Россией едины, но они не поддерживают друг друга. Но идеи Китая, как переостроить мир, абсолютно другие, чем у России. Китай выступает за мирные изменения, за, наоборот, возврат к правовому, скажем, международному режиму, уважению с того ООН, чтобы ООН играла роль, а не ООН игнорировалась, как это делает сейчас Россия. То есть абсолютно другие походы у Китая, как менять несправедливую, по их словам, систему, не путем силы. А Россия фактически считает, что ей позволено то же самое, что нарушать все подряд, и Китай, конечно, это не приемлемо. Алексей Анатольевич, большое спасибо. Спасибо большое. Алексей Коваль был с нами на прямой связи, журналист-международник и член направления Украинской ассоциации китаеведов. Редактор субтитров А.Семкин